Всем привет, с вами Женя и Артур. Здорово, друзья, здрасьте. Наступили прекрасные, прохладные, осенние, солнышком осенние деньки. И мы пришли сегодня до кебаб-шоп. Доходятся они на Андрей Дога 23, вот там вот у нас манеж. Когда-то хорошее место, где люди занимались спортом, но сейчас... То есть этот кебаб может привести вас либо к спорту, либо в медпарк? Заказали мы несколько позиций, сейчас будем все это пробовать и высказывать свое мнение. Я не хочу никаких медалей ставить этому заведению, я не пробовал до этого ничего, но я слышал от некоторых людей, даже не от тебя вовсе, что типа очень неплохо. Но кто может быть для нас лучше чеканского кебаба, как он называется? Тейсти. Тейсти, да, мы пока считаем, что Тейсти это лучше. И напишите в комментариях, проплатили нас или нет. Да, и напишите, между прочим, свой самый любимый кебаб в Кишневе. Да, и мы туда поедем и скажем, да, это так, либо, ну, ребята, меняйте вкусы, пожалуйста. Да, тут, кстати, какие-то соусы они готовят. Кетчуп идет, до свидания. Чесночный, по-моему, или что это? Да, это чесночный. И вот там острый, скорее всего. Ну, острый. То же самое. Вот это вот еще какая-то ерунда здесь есть. Это тоже острый? Да, это какой-то тоже острый. Мы взяли порк вита шипуй. Подписывают, между прочим. Это наггетсы. Давай с них начнем. Почему-то соль, пеппер. Соль, перец отдельно. Это вдруг кому-то что-то надо. А, нужно будет подперчить, там, подсолить, там, что-то это. Сырные наггетсы. 55 литров стоит. Такая вот порция. Корочка хрустит. А, они острые. У нас халапеньо. Прикольные. Это не такие, которые из моцареллы тянутся вот так вот. Это остренькие. Дай попробовать человеку. Попробуй только. Прикольные. У нас здесь за кадром человек сидит? У нас сюда за кадром человек сидит. Не всегда. Да мне просто фанту ее. Кока-кола, напишите нам. Сыр нежный. Халапешки острят. Не масляные. Нет, такие остренькие. Очень приятно остренькие. Вот это приятная острота халапеньо. Поехали по кипапчикам. С чего начнем? Давай пури оставим, потому что мы взяли острый. Здесь есть такая опция. Можно заказать себе дополнительную остроту. Ну, после этих как бы острота сейчас. Давай пусть пойдет. Ну, давай свинюшку начнем. Ну, давай свинюшку. Стоит он. 99 литров. Должен весить 450 граммов. Я думаю, что есть. Когда Артур забыл взять весы. Разрезаем. Ой, рваная свинина. А это точно порк? Да. Рваная, сочная свинина. Соус, томаты. Здесь вместо картошки фри. Вот даже в прошлый раз, когда я пробовал, здесь используют этот пай. То есть картошечку натирают. Либо фритюре. Белочка, пай рядом же. Да, она вот такая миленькая. Морковь. Салат. Цветная капуста. Угу. Угу. Соус решает. Мясо здесь, ребята, я извиняюсь. Есть на этот счет мнение уже конкретное. Я еще раз повторяю, я первый раз пробую. Это кебабчик очень нарядный. Большое количество мяса. Надеюсь, другим тоже так будут давать. Рваная свинина. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Это очень приятная рваная свинина. Вкусно. А вот эти вот картошечка, которая остается все равно хрустященькой, прикольненькой, дает вот этот приятный хруст. Да. Соус не много и не мало. Как будто бы вот... Просто в чем фишка? Если бы ты сюда соуса не добавил, рваная свинина забирает на себя всегда соус. Это все очень сбалансировано. Овощи. Цветная капуста хрустящая. Кразник как-то? Напишите в комментариях, называется цветная капуста или не цветная капуста. Красная она или фиолетовая? Красная и фиолетовая. Какое платье? Но я скажу, что это один из лучших кебабов, которые я даже ел в своей жизни. И, пожалуй, в городе он, наверное, будет на очень высоком уровне. Это круто. Как Женя отметил, самое первое — это свинина. Мясо здесь рваная свинина, и это хороший выбор. Если бы здесь было просто а-ля мясо пожаренное, типа шашлыка, оно бы здесь не заходило. Ну, конечно, даже если вы его нарежете, не заходило. Да, потому что есть у нас заведение, которое делают кебабы из свинюшки, но там они вот реально просто нарезают свинью, обжаривают ее, либо делают шашлык свиной, потом его нарезают. И все восторгаются, ой, прямо кусками мяса. Нет, ребята. Нет. Вот этот вариант, он как раз тот, что надо, потому что рваная свинина, она расходится на волокна. И так же, как и остальные волокна здесь, а именно капуста, салат, картошка и все остальное вы откусываете. И нет вот этого, что оно тянется оттуда, и тянет за собой все. И, как я и сказал, здесь соус решает. Он здесь на первом месте. Это вкусненько. Не наедайся, Жень. У нас есть. Вкусно. Давай. Говядина. 99F. Те же 450 граммов есть. По поводу лаваша. Он здесь кругленький. И толстенький, прикольненький. И толстенький. Я думаю, что на доставку он будет доезжать. Вот он, но счастье-то. В прошлый раз я тоже пришел сюда, ел говяди. Здесь зеленый соус, здесь огурцы. Свежие. Двух видов. Здесь зеленюшка. Зелень, морковка, капусточка, разная. Ну по разрезу видно прям, что там свежа. И здесь именно руккола-шмуккола. Руккола? Да. О, типа. После того обзора, когда я был, люди пришли, поели и говорят, эй, а шо это за кебаб такой? А где вот это вот картошка фри? А где вот это вот все? А почему тут руккола? И нам не понравилось. Мне нравится. И мне нравится. Вот оно. Мясо. Говяда. Розовое даже чуть-чуть внутри. Идеально приправленное. Пробуй. Если кто не видел моё это видео, то внизу есть ссылочка в тик-ток. Я полностью рассказал. Мне нечего добавить. Это такой же кебаб, как был в прошлый раз. Сочно. Мясно. Ничего лишнего. Руккола, как некоторые писали, что горчит. Она здесь не горчит. Как будто у них вот со свининой они вот бегут вот так вот. Вот так вот бегут. Вот так вот. Но на все равно говядина она чуть быстрее. Да. Потому что мы в принципе любим коров больше. 99 леев. Многие тоже говорили, что дофига. Почему так много? Он стоит своих денег. Он стоит своих денег. Он... Количество мяса, количество ингредиентов. Все сбалансировано. Ну, честно, вот сюда, если добавить вот эту вот обычную картошку фри, которая идет в других кебабов, она здесь просто будет убивать. Наконец-то есть для меня личное решение. Ты знаешь, я везде где заказываю кебабы. То есть без картошки фри. Давай не пуй. Давай все-таки бургер сделаем. Давай. Бургер. Бургер полежал, кстати. Тует он 85 леев. О, я уже вижу где проблемы. 350 граммов. Ну, да, да. Есть проблема. Булка. Булка. Расчемешивалась. Доезжать не думаю, что он будет доезжать. Как будто это вот стандартная American Bull, который в маркете. Да, но ее, может быть, поменять надо бы. Булку точно менять надо. Котлета розовая, сочная. По крайней мере, по виду. Салат внизу. Есть соус сверху. Булку надо поменять. Есть лук, есть сыр. Нет, бургер нет. Здесь салат. Все внутри хорошо. Булку надо поменять. И соус, я бы облагородил лучше. Добавьте какой-то вот, не знаю, какой-то такой, который вот на... Вот отсюда соус возьмите из говяжки. На первом месте здесь вкус котлеты, потом идет салат, соус. Но булка здесь очень слабая. Да. Взять что-то другое, где-то будет лучше выглядеть. Да, она поджарена. Да, не, ну это булка такая. Это булка. Блин, 10 минут и все. Но для этого мне понравилось. Как для этого хороших все. И вот насчет этого салата, который вот здесь вот нарезан, помидоры, огурцы, салат, может быть, не делать их кусочками, а выложить слайсами. Тогда это не будет вываливаться, вот как у меня здесь. Огурчик соленый, порежьте вот так, на слайсере. Ну, как это обычно делается, кругляшками, пак-пак-пак-пак-пак, и все. Сейчас тоже настало время пуй. Ты пьешь воду? Я пью воду, кока-кола, напишите нам. А, здесь смотри, у тебя еще и крышечки есть. И трубочки. Трубочки есть. Почему фанта без сахара стала еще слаще, чем раньше? Я маркетинг. Нет, это сахарозаменитель. Потому что сахарозаменитель всегда слаще, чем обычный сахар. Кебаб пуй. Мы попросили острый. Как сказал? Пуй. Показалось. Здесь Парвата. Острый соус. Там Парвата. Еее. Пожалуйста. А что ты мне больше кусок дал? Потому что ты будешь еще порватый. Ну, тоже самое, только пуй. Соусы здесь прямо в два раза больше, чем в других, которые мы пробовали. Скорее всего, из-за того, что сюда добавили еще дополнительно вот этот вот острый соус. У меня уже все ранен. Ну, так я и говорю, что он Парватый. Говорили вроде бы да, а вроде бы... Острый. Нет. О, только сейчас по чуть-чуть приходит острота. По чуть-чуть. Острота единичка, полтора. Ну, вот видите, что с мной происходит. Это из-за того, что большое количество соуса, который размягчил лаваш и просто сделал. Так, что по курице? Вот такие вот шматочки. Сочненько. Здесь свой вкус. Не надо было брать оцель. Короче, совет такой. Берите любой кебаб, не просите его делать острым и просите соус, чтобы макнуть в соус. Вот тогда будет острым. Уже ровно тот же соус и сюда добавляют. Для тех, кто любит острое? Он не острый. Единичка. Для тех, кто не любит острое? Троечка, четверочка. Четверочка. А по ингредиентам так же, как и везде, курочка здесь хорошая. Ну, так получилось, что мы заказали острый и... Соответственно, а на доставку, я думаю, что он... Не доедет точно. Что я ем и за что я плачу? Ребрышко. Ты меня как этот вот, как ребенка оставил. Ты можешь что-то поговорить в камеру. А, он же монтировать это будет, он все равно это увидит. Не думаю, что-нибудь какое придумать прикольное. Чего не знал. Например, прийти к нему домой все вместе, там, в какое-то число. Подарить подарок. Какой-то. Он не ожидал. Охо-хо-хо-хо. Ну, это хуй все. По ребру. Это свиное? Да. Это порк боу. Кого? Порк боу. 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 Огурец малосольный. Вкуснячий. Как из бочки. Ну, не как из бочки. Как из банки. Он именно маринованный. Маринованный. Не малосольный. Картошка. Хрустит. Хороша? Внутри мягенькая. С укропчиком. Лучше прикольно. С масочком. О, смотри. Оно пульт порк. Вот как бы так, да. Просто он горячий. На волокна. Сочно. Вот с этим нужно какой-то соус. Берешь пету. Слышишь меня? Угу. Он сейчас вернулся. Кидаешь туда коус-лоу. Угу. Вот эту штуку кладешь. Вот так вот пету зажимаешь, вытаскиваешь кость. А зачем коус-лоу? Может, салатик какой-то внутри был? Угу. Не хрустишь вот так. Я думаю, будет бомба. Ты попробуй так. Мясо сочное, сладкое, разваливается на волокна. Жирненькое. Хороший американский пул порк. Для любителей, для ценителей, вот еще вот с картошечкой. Вау. Ну, чтобы съесть это. Прям сидеть. А с кебабом что? И он даже не нуждается в соусе, кстати. Я к тому, что это блюдо ты не сможешь взять и пойти вон там вот на трубах посидеть похавать. Могу. Ты можешь. Я говорю про других людей. Потому что просто на лавочку присел, поесть вот такое вот, надо заморочиться. А кебабчик, ты в этой... Ну, я согласен с тобой. В упаковке ты просто его ешь и потом водичку вот так вот запиваешь. На скаминечке, среди бабушек. Да. Ребята, акция проходит сейчас. Вам дают такую штуку при заказе бургера, либо бургер или кебаб, нам сказать. А. Вы покупаете 6 и 7, вам достается бесплатно. По-моему, хорошо. У кого-то тоже была такая акция, у какой-то кофейни была такая акция. На меня выходит солнышко, Жень, поэтому давай-ка мы перейдем к десерту. Давай. Держи, кушай. Это вкусно. Давай попробуем соус, а потом будем кушать десерту. Предлагаю наггетсами пробовать соус. У меня они прям зашли. Наггетсы, они сами по себе острые. Надо было вот мясом пробовать. Давай картошечкой будем пробовать соуса. Мы поняли, что кетчуп у нас уходит, а все остальное у нас другое остается. Для начала мы не пробовали вот этот вот. Мы его не видели нигде, по крайней мере. Да. Если он чесночный, то он прям в миру чесночный. Скорее всего он был в этом курином. Может быть. Нет такого, что вы вот съедите с чесночным что-то, и то есть у вас будет какая-то встреча, а вы будете делать. Нет такого нет. Это с халапенькой? Нет, это не просто раньше какой-то. Сладенький или мне показалось? А все осталось и хороши. Ну кроме, ну это мы такие. Это аджика. Нет аджика, это какой-то. Это молдавская аджика. Ну на вкус? Да, молдавская аджика перебита в блендере. А ты этот не пробовал. Да он везет вся кебаба. Он туда. Хамбургер. Копченая паприка. Попробуй. Все соусы прикольные. 45 лей. Тирамисо делают на месте. Какао видно мята видно и слава богу что нет здесь никаких вот этих вот ягод которые кладут да и перед этим не чекайте ни в коем случае потому что здесь сверху какао заточил чтобы вы понимали уже почти ребра там нету там кость осталось очень неплохо для стаканчика для стаканчика неплохо а для тирамису или для тирамису стаканчики неплохо нежно да все пропитано пропитано много кремушка маскарпоне амаретто обычно она бывает либо кофейной либо коньяч коньячно а это именно маретто кремшками бэн как десерт в конце спроси мне задать этот вопрос же не про подводить итоги что тебе сегодня не оправдала ждать бургер бургер все все из балла ты больше продать исполнение и бы я это скажу и пожалуйста стань его не вырезаю пегас вот для меня это пегас просто чуть круче но пегас по котлете не пегасу пегаса такая котлета говно ну поэтому чуть лучше тем более не вырежу соус и так далее там пегаса булка все порт да и это на месте это вот она полежала пока мы попробовали бургер а прикинь на доставку что при как ты его не заворачивай как ты его не оберегай булка быстро себя все впитает она быстро большое количество соуса все впиталось уровень вкуса здесь ингредиентов которые добавляются в любого рода позицию который вы заказываете уровень ресторана как у хорошего такого ресторана кафе и так далее поэтому сегодня в топе говядина кебабчик из говядины пожалуй я наверное скажу эту фразу это лучшие кебаб из говядины в городе кишиневе которые я получил наслаждение с кебаба со свинины и это не просто свинина это это не просто свинина это рубленая свинина пул порк пулит порк пулит пулит это не рубленая это рваная рваная ингредиенты которые внутри они свежайшие правда свежайшие и вот этот вот принцип как как называется этот картошечка который добавляет свой пай дает хрустинку картофельный вкус и все хорошо и все классно очень прикольно мое предпочтение сегодня с уважением и с гордостью отдаю говяды для меня тоже самое говяда на первом месте это сегодня топчик как прошлый раз так и в этот раз я не заметил никакой разницы в это вкусно было что тогда что сейчас есть моменты когда да вот с бургером мы сказали что надо сделать как надо сделать здесь нет это все идеально это все хорошо и все отлично и поверьте даже если вам чего-то не хватит там такое знаете поели что-то вкусненькое кубле какой-то бы десертик давай поедем куда-то не надо ехать закажите и вам будет достаточно и да здесь есть еще панакотта но мы не по панакотте мы не по панакотте а прокрутите немножко обратно где вы увидите то что мы пробовали как называется это еще раз поркруете посмотрите вы сейчас вернулись вот вот это вот ребро которые вы только что видели это просто невероятно вкусно на самом деле я не отметил этот момент ну потому что говядина мне прям разбило сердце по в целом это очень наравне это очень вкусно на самом деле вы все видели сами внешний вид вкус вы конечно снил же не я верить нам или не верить это ваше личное дело мы не профессионалы мы тратим свои деньги для того чтобы кушать вкусно показывать новые места и что в этих местах стоит заказывать а чего лучше конечно отказаться и даем какие-то советы людям которые смотрят это видео и чтобы они исправили свои блюда да мы кстати даем совет и поверьте за каждый совет мы несём ответственность вы можете нам потом сказать а вот вы посоветовали мы пришли и там невкусно вот тут комментариях вот это самое напишите потому что мы очень ждем от вас комментариев всегда потому что комментарии это правда и если вам не нравится пишите что вам не нравится а вот эти вот диванные критики которые вот здесь вот с кетчупом сидят и такие, а эти конченые опять видео выпустили. Ну, сейчас я посмотрю на скорости 2.0. Пишите нам тоже. Мы вас тоже ждем. Не, но если вы вот так вот, диванной критики, сидите на диванчике вот с этим кетчупом, найдите вот этот вот кебабчик из этого места, тогда да, тогда мы прислушаемся. А если вы просто кушаете пельмешки, то идите вы, пожалуйста, все в жопу. Всем пока.